ну вот и снова здравствуйте добрый день ребята добрый за окном январь месяц январь месяц в принципе середина января даже конец можно сказать глухозимья но мы решили сегодня выбраться как вы думаете куда все верно на фестиваль молодого щупаря а может быть зрелого а неделя показала что рыба есть озере x ключики надо подбирать вот мы сегодня с данным мужчиной с николаем попытаемся уговорить местных крокодилов а что у нас получится следите далее и хочу обратить внимание какая красота окно покажи переключи план камеры ази какая красота дорожка или заснеженная и чистая и леса кругом о елочки сосенки красота красота когда деревья так укутаны под покрывалом снежным а дороги нечищены дорога нечищена да вот такая вот красота здесь слову говоря наш друг александр все охотно заболел немножко потом придется отдуваться нам но мы желаем его скорейшего оздоровления бодрствования ну и как говорится если вы это смотрите видео значит что надо сделать конечно же подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте ну а мы будем стараться для вас и может когда-нибудь увидите в дальнейшем мой или николай канал если смотреть конечно если надумаем а пока вы напишите можем мы быть блогерами или нет как вы как вы думаете ребята стоит ли начинать или не стоит дайте пожалуйста обратную связь как думает стоит ли николая с вами блогерами дорогу завеял ужасно едем тихонько 50 60 километров в час но какая красота открывается главное чтоб место то куда мы едем не засыпало снега ну я надеюсь как нибудь проедет а кстати ловить будем я сделаю маленькую так сказать подсказочку сегодня мы вы будем ловить с местами дедовскими будем ставить поставки то есть обычные жерлицы старые древние проверенные жерлицы но немножко совершенствованные вас под лесочками ну если с хорошим поводочками ну а что у нас выйдет из этого смотрите дальше но мы будем стараться поработать так сказать вообще самое главное на самом деле в этом деле не рыба самое главное это отдых общение с людьми единение с природой вот приедешь город надышите воздух ваш голова кружится а тут хорошо особенно зимой будем палатку ставить это просто красота наше путешествие только начинается мужа подъезжаем к месту дальше же на своей машине конечно не проедут бьется скоро ставить машину и вообще в шоке что мы здесь ездим ездим поле не клеи вообще ничего нету если как на джилле лес кругом красота а ребята неописуемая клиент я еду хрен его знает где главный не забуксовать что еда а здесь вот ребята подожди где поставить машину я думаю тут мы поставим я не подожди туда можно подъехать сейчас посмотрим мы первые первых сосудов мы первые первые кто сюда заехал от радость мне такая красота ребят красота давай давай снимутся а а ну вот вот за приехали смотрим что у нас дровишки вестим из леса ну нормально танк танк мне говорят о куда-то на этой машине можешь проехать казалось бы да зачем ты ее покупал по любому жалко что на рыбалку ездить не поедешь ну как видите все смотрите дальше будем собираться и в путь выдвигаться а да рюкзаки ну что сделать хочешь рыбки надо идти ну или машину покупать выше а да да купили новые санки сегодня дела уже получше да проверим теорию про карасей все мои друзья говорят на карася щука не клюет ну чего они так решили да ох вообще никто здесь не ходил сегодня ну озеро скажем так и не популярное но рыба есть если знать где ловить заносит надо пробовать покупать тормошапку голова вся мокрая надо тормошапку покупать голова вся мокрая но зато зато перед нами открывается вот такой вид опа сейчас передохнем и бой снова потом уже запишемся когда будем что-нибудь делать о вот так есть николай всего лишь час ходьбы и мы на вдоеме пока перерывается ой продолжим путешествие надо еще попробовать поймать местного живца ну что вы александр скажется что вы делаете александр ну пять минут назад чесал бок хе-хе-хе-хе это сошел а сейчас конкретно постановлю жерлица вот такая жерлица вы покажете оснастку вашу простенькая как дедовские сапоги правильно как лапти дедовские флажки это все хорошо но надо вернуться к истокам глубинам так сказать когда-то деды наши так ловили прадеды и не жаловались а что это у вас александр вот это вот что это такое меточка для того чтобы найти снег найти свою жерлицу а какая тут красота ребятки у нас уже темнеет да да кормили лунки на подлещика леща ну как бы не факт что он клюнет но попробовать можно между делом вообще хорошо я доволен я тоже ну что продолжаем дальше продолжаем ну вот ребятки 22.30 раскладываем палатку кстати палатка это мое приобретение года 2022 от фирмы трамп фирма трампрок 3v2 экспозиционная палатка трехдуговая катали мы ее все лето все лето и все осень не хочу вам сказать не палатка а танк не тепло в реальном здорово ну на данном этапе у нас сейчас где-то ноль минус один небольшой морозис обещали до 6 градусов но для этой палатки это ни о чем вот палатка характеристики у нее 8 тысяч миллиметров на десять тысяч десять тысяч это днище ну как бы были мы если в ней и в ливень и в хороший ливень сутки идет дождь и ничего то есть палатка очень качественно материал добротный ну вот все проклеены изумительно ну а для того чтобы было идеально как говорится надо это дело уцеплить соответственно что мы сделали это место у нас уже летнее откопанное здесь земля кстати земля еще не промерзшая земля мягкая довольно пушистая но мы решили перестраховаться и сделали вот такую подстилочку из кусочков лапника ели и камыша подойди ближе покажи примерно на вот подожди вот вот такая вот подушечка плюс дополнительная плюс у нас еще будет теплый термоковрик ну я брал спальник Николай сказал что спальники для слабаков и Ириш говорит мне будет и так нормально ну и в общем то собственно когда поставим палатку я попробую вам все это показать уже соответственно и будем заниматься дальше бытом а именно уже пора бы перекусить миска немножко пожарить и попить кофейку ну а так вот уже есть основа поставим покажем как она в сборном виде правильно да пустили первую кровь у меня с носа у Николая с руки несите на камеру потому что тебя не видно хорошо ну а вот такое вот наше живописное место а мы вот подумали подумали вот было здорово осенью было здорово летом да а почему не попробуется зимой правильно да конечно тем более вот такая подложечка да шикарная да еще на два дня легко легко возьмем правильно да ну что прервемся и покажем уже в сборном виде правильно да 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 так что продолжим ну вот прошло прошло 50 минут и вкладка как говорится стоит 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 довольно таки неплохо вот она стоит Николай о ох 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 а тут-то хорошо не стоит неси к спальнике одеялки ну что Александр планируется ну короче что я могу сказать по мясу ну посмотрите сами на этот шедевр посмотрите я пробовал переворачивать и все она просто разваливается настоящая курочка гриль с дымком на свежем воздухе желаю вам тоже каждых выходных жарить для каждых выходных жарить как курочку так секундочку так Николай дай-ка я дорогой человек попробую ее аккуратненько выложить в кострюлю так опа в этом масле что мы будем сделать Николай жарить с картошкой с чем с перцем с ручком и сыра в конце добавим все немного опа смотри ну просто разваливается на кусочки лазу наверно возьму в ковороду его пока повыряем вот это все еще жирку обжарится картошечка конечно вредная пища ну хочется же иногда все мы люди правда иногда хочется что-то вредного запрещенного да такого ну это хотя бы не чипсы кока-кола хотя иногда и это можно съесть если честно да нет у нас да дружбуна Алешки да да надо когда-нибудь Александра вывести на такую рыбалку Александра ну надо поправиться желаем ему скорейшего выздоровления да так бы да чтоб не огорчал нас собирался как бы поехать ну под его немножко здоровья так что крепко у тебя здоровья не болей поправляйся ну вот слушай ну с большего выбрал давай наверное пробуем картошку покажем что получилось у нас потом ну ну вот подходит к финишу как говорится маслица кипит мы видим подсвечивается подсвечивается получилось у нас великолепное ребятки блюдо вот оно курочка гриль с картошкой с перцем с сыроком сырок вот понравится ну будем кушать сейчас что вам скажете Александр что я скажу думаю что это все довольно-таки съедобно и неплохо будем пробовать будем дегустировать продегустируем расскажем ощущение ощущение отлично будет я думаю да Ребята что это смотрите первая поклевка я не знаю есть ли или нет но она первая и полная ну что она может аккуратно только не наматывали ссу в одно место ну что не чувствуюсь а живец идет не жили бросил нету блин ну первая поклевка а смотри ой ё-моё жест большая рыба может маленькие двойнички бро может смотри может такое быть а вот это да что делаешь ну это ну что сделать ну это же в том все хрень есть порезы это была большая рыба кулаки какие ну вот видишь она могла не зацепилась коля маленькие двойнички ее красоты ну ладно ну что ж перемотать смотать да что Александр скажется ну ребята всем доброе утро сегодня уже воскресенье что я скажу нет ничего лучше чем хороший кофе с утра арабика что я могу сказать могу сказать что было с утра одна поклевка не с утра а ночью все таки мы пошли и решили посмотреть живчика и что вы думаете клянул он видать крупная хищница ну порезала малька ну вот днем смотрится наш лагерь столик все палатка ночь поморозить под 10 градусов ну не могу сказать что я замерз но под утро чувство комфорта небольшое присутствовало но можно ездить до 10 градусов вот трампроп 3w2 при наличии костюма из спального мешка творит чудеса хотя может если бы я лежал в этом костюме и так в снегу не замерзну но зачем же такие эксперименты а в целом погода поменялась пошел снежок пошел снежок ну такой вот мы костюм пытались ночью распаливать он все не сдается не сдается ну и мы не сдаемся и мы не сдаемся периодически его подпаливаем и все ну что ребята ребята второй день и наконец пока еще не ясно есть ли что-то или нет долгожданная надеюсь да ну да если она пустая это будет конечно очень плохо посмотрим что есть натяг или все-таки она обманула у нас серьезно да ты что наконец небольшая но от нуля все-таки мы ушли все-таки от нуля мы наверное ушли что-то уже езжат а уже нет а нет есть есть даже небольшая небольшая но я скажу вам так что будем брать себя за глаза а я хочу а я хочу опять по крышам бегать голубей гонять разнить наташку дергать за косу на самокате мчаться по двору а я хочу а я хочу опять ну давай человек думает блин с ума посходили вообще ну так ладно ну а что делать два дня пролетела вообще незаметно николай ну что там хоть съедобная она ну такая полкило да ну ладно чуть больше ну с дебютом ну хоть что-то давай ну хоть сапура немножко пошли да а значит фильм выйдет в свет вот на поточку поточки не сильно большая вот щука не сильно большая но все-таки она есть да хоть одна угу хоть одна но попалась в два дня то да ну давай отцепь ну пробуй уже отцеплять это не забыл как это делается а вот крючок она зацепилась ерунда жабры порвали ну покажи какая ночь уклевала чайная пореже не маленькие если вы смотрели это видео вы должны были видеть да мы снимали мы снимали мы снимали как могли да ладно ну что Александр делается Александр пытаетесь вытянуть что у вас тут боретесь да небольшая небольшая все-таки все-таки есть ребята это уже о что скажется Александр ну я скажу все таки за наши труды что то есть конечно это не результат это мало но я хочу сказать наше терпение хоть как-то вознаграждено смотри бизнес идет будем вы сверливать а что делать она дергалась щука там сидит может даже хорошая нитка слабенько ну вот стояла здесь и вот с трудовыми трудовыми силами да александр целая спецоперация по извлечению небольшой щушки ну да хорошо не сошла не зря бывает отборишь все на рыбы нет хоть не зря так что уже наверно на последние скорее всего жерли состоят ну шанс есть если что-то будет александр последний жерлица последняя даже лишь ничего себе простите как даванула сразу в камыше да лезет для нас садила либо выйдет с начальником что-то идет отверстие молода бонус это бонус до последний это бонус это застала николай замотала где-то замотала прикинь не так далеко да пойду за расщепой оставайтесь с нами о-хо-хо-хо-хо-хо этот трофей на сегодняшний день вы достаете александр это трофей на сегодня ну ребята под конец под конец дня под конец праздника нашего двухдневного достали щуку за 2 килограмм ставьте лайки александр все о хобби ночь двух отчаянных ребят минус 10 не заслуживает лайка ну тогда я филипп киркуров на эту ноте будем с вами прощаться отцеплять эту щуку всех благ вам вашим близким подписывайтесь на канал александр все о хобби ставьте подобайки